Настоящее время Азия В Кыргызстане примерно 10% от общего количества абортов делают подростки. По неофициальным данным, эта цифра в несколько раз больше. Она сказала, не могу, но если совсем невозможно, куда-то у нас есть лучше дом ребенка, может кто-то усыновить, чем убивать. Жители Таджикистана готовятся к засухе. Президент республики призвал запасаться продуктами питания и водой. Готовимся морально со скандалом, спорами и уговорами делить с соседями воду для полива. И будем молиться о дождях. В Монголии падешь скотам. От холода и голода в стране погибли уже около 200 тысяч коров и овец. Мне стыдно за потерю животных. Тяжело смотреть в глаза другим людям. Красный Крест опасается гуманитарной катастрофы. Большинству этих людей не остается ничего иного, кроме как переехать в города, например, в трущобы Улан-Батора, где их будет ждать чудовищная бедность. В России резкое падение доходов. Как заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец, выступая на неделе российского бизнеса, резкое и по реальному уровню заработной платы и вообще доходов. Напомним, что по данным Министерства труда России, численность граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума, достигла 19 миллионов человек. Наши коллеги из русской службы радиосвободы спросили у москвичей, как они чувствуют кризис. Телевизор говорят, значит есть. Путин идет верным путем. Жить сложно. Ну, можно потерпеть. Мы нищие. Ну, я думаю, что лет еще 50. Вряд ли я доживу, конечно, до этих времен. Но все изменится. Жить сложно. Ну, можно потерпеть. Да, снижение зарплаты, цены повысились. Как-нибудь проживем. Судя по сообщениям телевизионного ящика, он есть. Я его чувствую не слишком сильно. Ну, немножко цены поднялись. Да, во всех странах сейчас. Извините меня, жизнь не лучше. Судя по посещаемости кафе, ресторанов, развлекательных заведений нет. Никакого кризиса нет. У нас нет. Потому что как жили все, так и живем. Мне кажется, очевидно, что кризис есть. Ну, конечно, может быть, там, если у человека миллиарды долларов, то он не чувствует. Проблемы какие-то туда-сюда, работы, короче. Деньги не выплачивают по два-по три месяца. Ну, правительство это все. Они кайфуют по жизни, а мы, понимаешь, бедолаги страдаем. Все будут резать. Ну, значит, будем без денег сидеть. Я никаким образом его не ощущаю, но вообще-то он чувствуется. Я смотрю просто прессу, увольнение, закрытие предприятий. Ну, народ приспосабливается. Я думаю, что это временное явление. Несмотря на экономический кризис, Россия остается привлекательной для мигрантов, приезжающих в эту страну на заработки. Кризисные явления в экономике России, которые начались летом 2014 года в связи с падением цен на нефть, почти не повлияли на приток трудовых мигрантов в страну. Подробности в нашем следующем репортаже. Знаете, вот приезжаю домой, побыв какое-то время в кругу семьи, месяца два от силы. Когда начинают кончаться деньги, меня тянет обратно в Россию. Расул Джон Исхаков из Узбекистана. Вот уже 12 лет приезжает на заработки в Московскую область. Заработанные за эти годы деньги, он женил сына. Выдал замуж дочь. Дал высшее образование младшему сыну. Платит за обучение еще одной дочери. Но даже в такой ситуации в России можно что-то пока заработать и отправлять домой. Может там кто-то и находит работу в Узбекистане. Лично для меня нет возможности зарабатывать такие деньги, как в Москве. Хотя бывает и задержка с зарплаты. Согласен. Сложно стало жить. Но меня и это устраивает. Россия занимает второе место после Соединенных Штатов Америки по числу мигрантов. Подавляющее большинство приезжих – узбеки, киргизы, таджики – продолжают ехать на заработки в Россию, несмотря на непрерывно растущее налоговое бремя и ужесочение миграционного законодательства. Эксперты же говорят о резком снижении уровня доходов мигрантов в России в связи с кризисом и последующим западением курса рубля. Жизнь трудовых мигрантов в России неуклонно дорожает. Им приходится больше тратить денег на покупку товаров и оплату услуг. При этом приезжие продолжают надеяться на улучшение экономического положения в России и ждать лучших времен. Большинство опрошенных нами приезжих из стран Центральной Азии говорят о том, что затянуть пояса и экономить вынуждены не только они сами, но и оставшиеся на родине их родные и близкие. То, что курс упал и доллар повысился, вот из-за этого у нас как бы проблемы. Раньше я нормально зарабатывал, а сейчас нет никакой. Не знаю, почему так. Не знаю, кризис. Все кризисы, кризисы, кризисы. Крыса – это время, когда салат может стать генералом. Ну, надеюсь, надежда есть, можно заниматься бизнесом. Этим людям некуда деваться. Несмотря на экономический кризис в России, эта страна остается главным трудовым рынком для мигрантов из Центральной Азии. Правительство Узбекистана не проводит реформы, необходимые для того, чтобы положить конец принудительному труду на хлопковых полях. К такому выводу пришли правозащитники, проводившие мониторинг хлопковой кампании в 2015 году. Узбекско-германский форум по правам человека, базирующийся в Германии, выпустил доклад под названием «Под прикрытием отбеливания белого золота в Узбекистане», в котором говорится, что более миллиона граждан страны вынуждены собирать хлопок в принудительном порядке. Мы связались с директором форума Умидой Ниязовой и спросили, чем хлопковая кампания 2015 года отличалась от сбора хлопка предыдущих лет. Начиная с 2013 года в Узбекистане практически детский труд не применяется в массовом порядке. Но, однако, проблема принудительного труда взрослого населения, она осталась и она очень актуальна. Принудительный труд взрослых подразумевает то, что взрослые населения, то есть те, кому исполнилось уже 18 лет, систематически в массовом порядке принуждаются к сбору хлопка. Речь идет о, по крайней мере, об одном миллионе человек. В основном это сотрудники здравоохранения, медицины, сотрудники всех государственных организаций. В огромном количестве это студенты, студенты третьих курсов колледжей, которым уже исполнилось 18 лет, студенты в Узбекистане, они в основном в массовом порядке все так же принуждаются к сбору хлопка. В течение, по крайней мере, двух месяцев, с середины октября до ноября, студенты в Узбекистане не учатся, студенты третьих курсов колледжей так же не учатся, вместо этого они собирают хлопок. Все остальные организации переведены на ограничительный график работы, поэтому очень много данных, когда люди не могли получить, допустим, достаточную медицинскую помощь. Мы интервьюировали женщину, которая была, которая больна сахарным диабетом, и она не могла получить необходимую ей инъекцию, потому что старшая медсестра, в сейфе которой хранилась эта инъекция, она уехала на хлопковое поле. Мобилизуется огромное количество учителей. И несмотря на то, что детский труд отменен, но тем не менее, учителя в школах, они продолжают принуждаться к сбору хлопка в массовом количестве, поэтому школы, они так же функционируют не в полную силу. В осень 2015 года в первый раз Международная организация труда проводила мониторинг использования принудительного труда в Узбекистане. Однако, к сожалению, узбекское правительство не предоставило этой организации достаточные условия для того, чтобы они провели адекватный мониторинг. Результаты мониторинга Международной организации труда и мониторинга правозащитников, и также нашей организации, они отличаются, ввиду того, что методология, методы, которые использовались в Международной организации труда, не соответствуют стандартам независимого мониторинга. Поэтому, учитывая, какой уровень страха вообще существует в Узбекистане, конечно, нельзя было ожидать того, что кто-то из узбекских граждан, он позволит себе сказать что-то критическое против властей в присутствии чиновников. Тысячи людей продолжают оставаться на закрытой границе Греции с Македонией. Среди них бежавшие из Афганистана. Шансов получить убежище в Европе у них немного, но они не теряют надежды. А пока им приходится мириться с плохими условиями в лагере, недостатком еды и постоянными столкновениями с другими группами беженцев. Условия жизни в этом лагере для беженцев, расположенном в приграничной деревне Идамейне, невыносимы. Почти 12 тысяч человек застряли у македонской границы и не могут ее пересечь. Они стремятся дальше на север, в западноевропейские страны. Однако шансы на это с каждым днем становятся все призрачнее, считает бежавший из Афганистана Саид. Я хочу попасть в Германию, но говорят, что она переполнена беженцами и больше никого не принимает. В феврале Македония и лежащие к северу от нее страны пропускали лишь ограниченное число беженцев из Сирии и Ирака. Афганцам, за редким исключением, въезд был запрещен. Теперь же греческо-македонская граница закрыта вообще для всех мигрантов. Однако некоторые афганцы считают, что к ним относятся несправедливо, причем не только местные власти. Еду в лагере раздают только сирийцам. Нам ничего не достается. Все только сирийцам. То есть вообще все. Миллионы сирийцев оказались беженцами в результате гражданской войны, идущей у них на родине. Сейчас они составляют большинство жителей лагеря. Афганец Фирус Ахмади из провинции Герат говорит, что сирийцы ведут себя агрессивно. Сирийцам помогают больше, чем афганцам. Сирийцы говорят, чтобы мы отсюда убирались. Мы сказали греческой полиции, что арабы нас притесняют, обижают наших женщин и детей. Мы попросили защитить нас. Но полицейские посоветовали нам защищать себя самим. Они сказали, что это не их проблемы. Запасов на всех не хватает, и страсти в лагере накаляются. У многих, кто попал сюда, нет возможности вернуться домой. Сейчас мы не можем уехать, когда нам так надо. У нас нет денег. Мы потратили все, чтобы добраться сюда. Сейчас у нас нет ни гроша, чтобы начать новую жизнь. Европейские союзы Турции недавно договорились о том, что некоторых мигрантов переправят обратно из Греции в Турцию. Однако это касается только тех, кто попал сюда после 19 марта. А что случится с тысячами людей, которые уже находятся в Греции, по-прежнему неясно. Здесь в Эдамене у афганцев и сирийцев одна судьба. Они застряли на полхути к новой жизни и не знают, как сдвинуться с мертвой точки. В Кыргызстане примерно 10% от общего количества абортов делают подростки. Это статистика Республиканского министерства здравоохранения. По неофициальным же данным, эта цифра в несколько раз больше. Чтобы скрыть свою беременность, несовершеннолетние девочки идут на криминальные аборты. Для них осуждение общества вызывает больший страх, чем последствия для здоровья. Тему продолжит тебе, Бегалиева. Альбине 20, ее старшей дочери 5. Девушка родила малышку, когда сама еще была ребенком. Возможно, потому что отцовской любви я так и не познала. Я искала ее в мужчинах. Встречалась с парнем, когда училась в школе. Мне было 15. И первое время я не знала о беременности. А потом уже было поздно. Сейчас Альбина замужем во второй раз. Ее первая дочь живет в кризисном центре. Ни новые родственники, ни собственные родители девочку не приняли. Альбина может только навещать своего ребенка. Ее тоже воспитывает отчим. Я надеюсь, что она не повторит мою судьбу. Такие истории иногда заканчиваются настоящей трагедией. Январь. Джалабадская область. Кыргызстан. В эту выгребную яму молодая девушка выбросила своего новорожденного ребенка. Только в марте в столичных мусорных баках нашли еще два трупа младенцев. У нас одна клиентка. Все уже она сказала, не могу. Но если совсем невозможно, куда-то у нас есть лучше дом ребенка. Может кто-то усыновить, чем убивать или что-то. Или продавать кому угодно. Она же не знает, если она кому-то продала, на что ребенок пригодится вообще. За медицинской помощью на более ранних сроках обращаются немногие девочки. Общественного осуждения подростки боятся больше, чем возможных проблем со здоровьем. Они начинаются, как правило, с утягивания живота, с желания скрыть беременность максимально. При этом каждая понимает, что живот все равно растет и все равно эта беременность будет видна. Это, конечно же, желание прибегнуть к аборту, при том на очень опасных сроках. И это тоже иногда приводит к серьезным последствиям. Беременные школьницы приходят в эту клинику почти каждый месяц. В вопросах полового воспитания подростки разбираются настолько плохо, что некоторые просто не подозревают о своей беременности. У нас запрет на эту тему, конечно. У нас секса нет, ничего нет. В итоге это получается. По данным Минздрава, примерно 10% от общего количества абортов делают подростки. По неофициальным данным цифра в несколько раз больше. Взрослая жизнь для многих кыргызских девочек начинается иногда по инициативе родителей. До сих пор в местных деревнях практикуются ранние браки. Подростков выдают замуж в 15-16 лет. Парни ищут девушек младше 18 лет. Многие думают, что молодых девочек удастся воспитывать по-своему. А разве может в 18 лет девочка стать полноценной матерью? Они ведь сами дети. У них начинаются проблемы со здоровьем, ссоры в семье. В итоге девочки просто остаются одни с детьми на руках. К её 14-летней внучке уже не раз приходили свататься. Бахор им пока отказывает. Однако, по её словам, для многих провинциальных девочек это лишь повод для гордости. А бывает, что из-за бедственного социального положения родители сами иногда готовы выдать замуж несовершеннолетних дочерей. Тюбек Бегали, Вазат Антумаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Далее в программе. Жители Таджикистана готовятся к засухе. Президент республики призвал запасаться продуктами питания и водой. Готовимся морально со скандалом, спорами и уговорами делить с соседями воду для полива. И будем молиться о дождях. В Монголии падёшь скота. От холода и голода в стране погибли уже около 200 тысяч коров и овец. Мне стыдно за потерю животных. Тяжело смотреть в глаза другим людям. Красный Крест опасается гуманитарной катастрофы. Большинству этих людей не остаётся ничего иного, кроме как переехать в города, например, в трущобы Улан-Батора, где их будет ждать чудовищная бедность. В Таджикистане опасаются, что лето в этом году будет жарким и засушливым. Причиной тому тёплые зимние месяцы, когда температура воздуха достигала 28 градусов. Как готовятся к предстоящей засухе жители страны? Репортаж Ана Шервона-Арипова. Здесь, в Раминском ущелье, привыкли к снежным зимам. Но в этом году о снеге даже не вспоминали. В феврале температура воздуха доходила до 28 градусов. И практически не было никаких осадков. Не выпало ни капли дождя. Всё чаще местные жители говорят, что летом их ждёт засуха. У нас полтора гектара земли. Часть уже два года используем как сад. Шесть соток огород. В этом году остальное засеяли просом. Одни сеют устойчивые к засухе культуры, такие как Проса. Другие готовятся к борьбе за воду. Но большинство надеются, что пронесёт. И уповают на Аллаха. Готовимся морально со скандалом, спорами и уговорами делить с соседями воду для полива. И будем молиться о дождях. Об угрозе засухи заговорили ещё зимой. Первым сигналом нехватки воды были тёплые январь и февраль. Именно в эти месяцы в горах выпадает снег, который летом тает, наполняя водой реки и озёра, необходимые для полива сельскохозяйственных угодий. А в феврале был вообще побит температурный рекорд. Воздух прогрелся почти до 29 градусов по Цельсию, чего не было уже более 50 лет. Да и то тогда максимальный показатель был в районе 24 градусов. В феврале это был исключительно аномальным месяцем для Республики Ташкестан, потому что практически весь месяц был тёплым. Он ближе был к марту, нежели к февралю, потому что обычно последние 20 лет феврал у нас наблюдается наиболее холодным и наиболее снежным. Готовиться к природным катаклизмам призвал жителей страны президент Республики Таджикистан Эмумали Рахмон. Он предупредил таджикистанцев об угрозе неурожая, порекомендовав сделать запасы продуктов питания и воды. Битва за урожай объявлена, но всё ещё может обойтись, говорят метеорологи. Март в этом году выдался богатым на осадки, особенно в горах. Если такая погода продержится до конца весны, то воды в реках и озёрах может хватить. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. А монгольские скотоводы страдают от последствий морозной зимы и засухи. От холода и голода в стране погибли уже около 200 тысяч коров и овец. Для многих они были единственным источником дохода. Красный Крест, опасаясь гуманитарной катастрофы в стране, выделил на корм для животных более 800 тысяч долларов. Подробности в репортаже Рейтер. Для монгольских скотоводов это печальное зрелище. Посреди степей высятся горы из мёртвых животных. Всему виной убийственное сочетание 60-ти градусных морозов и суровые засухи, лишившие стада подножного корма. По данным правительства, от холода и голода погибли уже около 200 тысяч коров, коз и овец. Байнхант Миягмар разводит скот на протяжении 50 лет и пережила не одну тяжёлую зиму. Но такого, говорит она, не было никогда. В стадии Миягмар погибли более 400 голов. Мне стыдно за потерю животных. Тяжело смотреть в глаза другим людям. Монголы называют массовую гибель скота из-за погодных условий словом «дзут», что означает «бескормиться». Последний раз такое случалось в 2009-м. Тогда умерли почти 10 миллионов животных. Этот год, предупреждают власти, может оказаться ещё хуже. Потерять свои стада рискуют тысячи скотоводов, говорит представитель Красного креста в Азии Хлер Гаддинсон. Большинству этих людей не остаётся ничего иного, кроме как переехать в города, например, в трущобы Улан-Батора, где их будет ждать чудовищная бедность. Именно это произошло с Хориал-Баатром Туву. Его семья десятилетиями зарабатывала на жизнь выделкой шерсти. Но в 2009-м он потерял все свои стада из-за отзуда. Найти работу в городе он не смог. Мне нравилось работать с животными. Вместе с ними я потерял и репутацию. Я бедняк, и люди плохо со мной обращаются. Гуманитарные агентства бьют тревогу. Красный крест выделил монгольским жертвоводам более 800 тысяч долларов на сено и другой корм для скота. Именно весной они особенно нужны. По статистике, большинство животных в дзуд гибнут с марта по май. В Душанбе прошли традиционные в дни навруза скачки, которые определяли лучшего скакуна этого года. В восьми забегах приняли участие лошади со всей республики. Один забег для английской породы и один для арабских скакунов. В остальных участвовала только таджикская порода лошадей, выведенная в середине прошлого столетия при скрещивании английских, арабских и лакайских аборигенов. Арабская порода подарила таджикской лошади стремительность и грацию, английская высокий рост и скорость, а лакайская выносливость степных скакунов. В результате лучшим конем стал таджикский конь. В общем, восемь забегов у нас на навруз. Но есть еще один вне конкурса. Это смешанный забег, в котором принимают участие кони таджикской породы, английской и все остальные. Все победители были награждены ценными подарками, бытовой техникой и коврами от Комитета по делам молодежи, спорта и туризма. Голебонин Аскпо Сделать ставку на понравившегося скакуна не было. Тотализатор в скачках, приуроченных к празднику Навруз, не предусмотрен. В Грузии прошли соревнования по прыжкам в воду на лыжах. Участники состязания должны были нырнуть в прорубь после спуска со снежного склона. В них приняли участие не только грузинские энтузиасты, но и команды из-за рубежа. На грузинском курорте Гудаури прошли соревнования, которые совместили в себе сразу несколько спортивных дисциплин. Горные лыжи, фристайл и прыжки в воду. Участники состязания съезжали по снежному склону, после чего ныряли в прорубь. Судьи оценивали соревнующихся по целому списку показателей. Помимо техники прыжка, они ставили дополнительные баллы за оригинальность костюмов и общий артистизм. В состязаниях принимали участие не только местные энтузиасты, но и команды из-за рубежа. Победителем стал грузинский спортсмен Гога Двали и его команда под названием «Бутон». Это было потрясающе здорово, но очень холодно. Но, впрочем, мерзли далеко не все участники. Я участвую уже в третий раз, очень благодарен организаторам. Нет, мне совершенно не холодно, немного жарко и мокро. Впервые подобные соревнования провели в Австрии в 2008 году. В Грузии они проходили уже трижды. И на этот раз к поддержке мероприятия подключились местные власти и несколько горнолыжных отелей. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте коррентайм.тв. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам хороших выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин